42-я массовая гонка Лыжня России собрала профессиональных лыжников и просто любителей зимних видов спорта. Мы не профессиональные, мы любители, мы любим и коньки, и лыжи. Зимой, летом велосипед. Дочка младшая занимается тэквондо, старше большим теннисом. Ну и мы так немножко. Хотим быть в первых 150 участниках, кто подушит быстрее всех. Самый массовый забег по традиции в общей гонке на 2 километра. Здесь бегут и взрослые, и малыши. Также состоялись старты на 5 и 10 километров отдельно для юнош и девушек, женщин и мужчин. Много друзей участвуют, вроде любительская гонка. Сам доктор, соответственно, почему бы и нет. Темп сильный, надо готовиться. В Самарской области соревнования прошли в 22 городах и районах. Центральный старт на трассах спортивной школы «Чайка», который отремонтировали в рамках федерального проекта «Спорт нормы жизни» нацпроекта «Демография». Впервые в лыжных гонках приняли участие ребята из интернатов с ограниченными возможностями здоровья. Мы первый раз на таком массовом, красивом, энергичном мероприятии. Хотя ребята у нас уже включили спорт, у нас есть разрядники, бочисты. Занимаются адаптивным тэквондо. Но мы надеемся, появятся лыжники. Сейчас посмотрим, как пойдет. Всего в лыжне приняли участие около 10 тысяч человек по региону. В Самаре зарегистрировали более 4,5 тысяч участников. Самому юному участнику забега было 7 лет, самому взрослому – 84 года. Это лыжные гонки. Это вид спорта, в котором работают все группы мышц. И может заниматься любой человек с 3 лет до глубокого пенсионного возраста. В этом году для участников, которые решили пробежать дистанцию всей семьей, устроили розыгрыш призов. В объявленный год президентом «Годом семьи» мы не могли оставить это без внимания. Проводим сегодня конкурс для тех, кто сегодня всей семьей стартует на лыжне России. И надеюсь, что хорошим продолжением спортивного образа жизни станет для них выигранный фитнес-абонемент или посещение бассейнов, которые они сегодня получат. Участники спортивного праздника смогли также поиграть в снежное регби, аэрохоккей, настольный футбол, посетить площадки комплекса ГТО и ДСААФ. На сцене прошла концертная программа и церемония награждения победителей в разных номинациях. По всей стране в лыжне России в этом году участвовало полтора миллиона спортсменов и любителей. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.